Нашу программу. Вот уже в течение нескольких лет в Севастополе зимой можно в городе, даже в центре города, увидеть людей с веревками, с ледорубами и кошками для ледолазания. Что делают здесь эти люди? Оказывается, уже несколько лет здесь проводятся соревнования. Экстремальная гонка на выживаемость. Икс Винтер. Гонка достаточно занятная. В течение определенного времени люди должны пройти, ориентируясь по картам, около 100 километров. Ну, это с высоты птичьего полета, если по прямой. А в реальной жизни это больше 100 километров. И тем не менее, желающих на такое испытание очень много и в Украине, и в России. Нашей съемочной группе довелось встретиться два года назад с участниками таких соревнований и подснять начало этого старта, когда бегуны еще были бегунами. Через двое суток они уже были ползунами по скалам, плавунами через озера и бродильщиками через реки и топи. Урбанизация жизни среднестатистического европейца приводит к самым негативным явлениям. Об этом уже не хотят спорить даже ярые сторонники городской жизни. Приключения как инструмент снятия привычной усталости, смещение точки сборки, впрыска адреналина в кровь, поднятие настроения и обретение своей оценки личных качеств стали насущной потребностью. Бизнесмены оценили этот факт и вкладывают средства в дело экстремального туризма. Но далеко не каждый готов оплатить трекинг вокруг Эвереста, подъем на Килиманджаро или кругосветку под парусом. Инициатива снизу, исходящая от самих любителей острых ощущений, относительно малозатратный экстрим-марафон. Недорого, но сердито. Недорого, потому что обойдется в стоимость проезда на общественном транспорте до места старта, питание на трое суток, пары обуви, ну и стартового взноса. Сердито, потому что почти двое суток нужно бежать, плыть, идти, лезть, ориентироваться, восходить, спускаться и вновь карабкаться вверх. На плечах рюкзак, в руках карта, компас, карабины, веревка, спутниковый навигатор, весло или лыжная палка. На голове светодиодный фонарь, а в голове навязчивая мелодия. В желудке зверский неутолимый аппетит, в горле жажда, в муществах усталость. Желание прилечь уже трудно преодолимо, но общая задача вполне разрешима для сильной команды, одержимой целью опередить всех, прийти к финишу раньше других и с большим набором контрольных очков за спецучастки. Отличное настроение. Пришел поболеть за команду наших горноспасателей, проводить их в нелегкую беговую эстафету. Посмотрим, как они выступят. А саму губу не хотелось? Хотелось. Может быть на следующий год. Подготовлю команду и может быть на следующий год. Бойцы проверенные, мало тренировались, конечно, но я думаю они не подведут. Николаев Александр, в команде еще Кушнаревич Владимир и Ленецкий Игорь. Кодовое название всех Петровича. Я болею за команду сборной АСС Севастополя. Я участвовала три раза в экскреме и два раза в эксвентере. Ну, результаты пару раз входили в десятку. Гонка становится уже ежегодной и традиционной зимней. Сейчас мы собрали порядка 100 участников из где-то 13-14 городов. Это практически вся Украина. Очередной приключенческий зимний марафон «Эксвинтер-2010» организован Севастопольской Федерацией спортивного туризма при активном содействии экстремалов и сочувствующих им граждан. Заявки прислала 31 команда из 13 городов Украины. В полдень, в пятницу 12 февраля на старт Аграрскую пристань пришли спортсмены и болельщики из Севастополя, Одессы, Киева, Запорожья, Симферополя, Черкас, Чернигово, Мариуполя, Днепропетровска, Сахбак, Чисарая, Харьково и Белой Церкви. Мастера получили возможность отстаивать свои амбиции в классе А по 4 человека в 11 командах. Более скромные марафонцы заявили себя в классе Б по 3 спортсмена в 20 командах. В классе А стартовали две женщины, в классе Б – 7. Историческая Аграрская пристань в день старта марафона напоминала не южный город, пусть даже и зимой, а станцию канатной дороги на Эльбрусе. К рюкзакам пристегнуты ледорубы и бухты-веревки, в руках лыжные палки, городской катер дает сигнал к посадке. Непродолжительная экскурсия по Северной бухте привела участников на Инкербанский причал, где и были вручены пакеты с заданиями для всех команд. Директор марафона и его идейный вдохновитель Арман Потапов дает отмашку и предлагает всем с причала по воде перебраться на берег. Все, можно стартовать. А рюкзаки как? Забирайте и все в море. Любым доступным способом. Увы, мягкая формулировка условий породила разнообразие версий и решений. Пока одна команда додавала лодку у причального фронта, другие опробовали брод и вышли на берег с фланга причала. Не обошлось без купания и порезов босых ног, а многочисленные битые бутылки на дне захламленного побережья. Фильм «Экс Винтер-2010» был в эфире севастопольского телевидения не один раз. И севастопольцы, и гости города его видели. Сегодня у нас в гостях бессменный руководитель, организатор, инициатор этих соревнований Роман Потапов. Итак, предыстория. Откуда появились эти соревнования? Как они пришли в Севастополь? Соревнования пришли из города Киева. Их проводил турклуб «Глобус» киевский. Студенты. Они проводили их для себя. Первые гонки проходили в Житомирской области и в Киевской области. Они провели две такие гонки. И после этого предложили провести гонку у нас, в Крыму, чтобы изменить рельеф гонки, сделать ее чуть сложнее. После этого гонка понравилась Крыму. И уже пять лет отдали нам гонку полностью. Теперь проводит Севастопольский клуб туристов. Вопрос такого плана. Организация подобных соревнований требует очень серьезной судейской бригады. Судейской бригадой для расстановки контрольных пунктов. Судейской бригадой для организации ориентирования на место. Судейской бригадой для контроля прохождения участников. Судейской бригадой для обеспечения безопасности проведения соревнований. Кто эти судейские бригады? Привлекаем, конечно, энтузиастов. Потому что средств у нас не хватает всегда. Это в основном туристы опытные. Городской клуб туристов. Центр детского туризма. Это все действующие судьи, действующие бегуны. Люди, которые бегали не раз в другие гонки на территории Украины. Которые просто любят этот вид спорта. Стараемся привлекать еще ориентировщиков. Для постановки контрольных пунктов. Чтобы была достаточно четкая дистанция. Чтобы можно было провести ее на высоком уровне. Касаясь положения соревнований. Давайте скажем, какая дистанция. Если с высоты птичьего полета. Сколько это будет? В этом году чуть-чуть укоротили дистанцию. Это будет порядка 85 километров. Так как дистанция проходит со спортсменами по выбору. То может получиться больше 100-120 километров. По выбору это значит контрольные пункты. Имеет каждую свою цену. Чем дальше контрольный пункт, тем дороже он стоит. Если дурная голова не дает ногам покоя. То можно сбегать за самыми далекими пунктами. Абсолютно верно. Самые далекие пункты стоят больше баллов. Которые полегче. Они меньше баллов. И команда сама решает какую выбрать ей тактику. И какой выбрать маршрут. Ну и также команда может сама заблудиться на этом маршруте. И получить такой же результат. Время отпущенное от старта до закрытия финиша. На сегодняшний день мы планируем 43 часа. То есть это старт будет в пятницу после обеда. И финиширует команду в воскресенье утром. Это для того, чтобы успеть в воскресенье собрать заблудившихся. И отправить их на поезде домой. Да. Мы проводим закрытие гонки. И чтобы люди успели еще на поезда. И в понедельник может выйти даже на работу, если получится. Ну а если откровенно, сколько команд вы ждете на финише? Я понимаю, что заявиться могут и 50, и 60 команд, если в двух классах считать. Да. Заявляются команды много. Но до финиша гонки доходят единицы. В том году только три команды смогли добраться до финиша. Это был первый год, когда команды полностью преодолели дистанцию 100-километровую. А в 2010 году там была дистанция укорочена? Нет, дистанции были примерно одинаковые. То есть около 100 километров. И вот только в прошлом году смогли ребята дойти до финиша. Еще в положении соревнований бросается в глаза многократное предупреждение. Ребята, не лезьте на рожон. Если голова пролазит туда, куда все остальное не пролазит, лучше вытащите эту голову обратно и идите каким-то другим маршрутам. То есть не рекомендуется рисковать там, где силы команды заведомо не определены. Да, то есть мы неоднократно предупреждаем участников, что если вы не можете или не знаете, как это выполнять, то это препятствие лучше обойти, что позволяет условия гонки по выбору. То есть можно пойти на более легкий этап, который они могут пройти, и как бы не допустить аварии на маршруте. Некоторые неистовые участники в течение этих двух суток практически не спят. Все время меряют метры своими ногами. А другие группы быстро находят КП. Полчаса-час перекурили, поели, поспали и побежали дальше. Абсолютно верно. Участники бегут без сна, то есть они сами выбирают свой режим дня. И как показывает практика, лидеры, то есть это призовые места, они не спят практически на протяжении этих двух суток. Без этого не выиграть гонку. Рейтинг гонки X-Winter, он уже соизмерен с лидерами таких экстремальных гонок? Гонку узнают. Гонка уже, как я говорил, проводится пятый год у нас в Крыму. Она считается одной из самых сложных гонок. Может поэтому меньше команд приезжает на нее, но технически она на Украине ценится, скажем так. Судя по заявкам участников, я уже успел их просмотреть, те, кто попал сюда в течение предыдущих пяти лет, уже с этой дистанции не сходят, заявляются вновь и вновь. Хотя состав команды, может быть, даже и обновляется. Да, состав команды меняется. В основном присутствует в команде лидер, который является инициатором. И он из года в год привозит ребят на эту гонку. Возлагаете надежду на свою молодежную команду, которая в прошлом году? В прошлом году Центр детского туризма представил новую команду. Они были самыми молодыми в том году. И показали себя довольно хорошо. Заняли даже третье место призовое, причем в сложном классе техническом. И в этом году они надеются тоже на хороший результат. Сколько команд предполагается от Севастополя? Все-таки должны свои стены помогать дома? На данный момент, по сведениям, порядка шести команд, я знаю, должны быть от Севастополя. Будет и контрольно-спасательная служба заявляться? Приглашаем мы абсолютно всех, контрольно-спасательную службу в первую очередь. То есть, чтобы показать свой уровень, чтобы мы с ними могли сравниться. Вот как получится, сейчас еще неизвестно, но будем стараться. География участников, самые дальние? Ну, в основном это вся Украина. То есть, сейчас еще непонятно, кто будет самый дальний. Но приезжают и Киев, и Житомир, ну, пожалуй, наверное, Харьков, Донецк. Россияне рискуют ехать сюда? Погреться. Приглашаем, но пока еще не было российских команд. Вот, то есть, надеемся, что все-таки вытащим их как-нибудь. Гонка состоится при любой погоде? Да, гонка проводится при любой погоде. Уже было два года, когда попадали на штормовое предупреждение. Но участники подготовлены. Все обошлось без травм и болезней. В 2010 году очень шикарные призы были практически для лидеров во всех классах, в двух классах, и в классе мастеров, и в классе подмастерьев. Да, гонка как бы сложная. Мы стараемся не разочаровать участников и тех, кто борется за призы. Призы предоставляет магазин «Турист». Это Мори Годов Юрий. Он помогает, это главный, можно сказать, спонсор нашей гонки. Жертвователь. Да, жертвователь. Ну и как бы стараемся отблагодарить ребят за то, что они мучаются двое суток при таких погодных условиях. С миру по нитке. Да. Итак, старт соревнований. Старт соревнований планируется в пятницу в три часа дня. Объявлено место старта когда будет? Объявлено место старта не за сутки, где-то за трое суток. Пока маршрут гонки остается в секрете, чтобы участники были все в равных условиях, то есть это Севастопольский и чтобы они были равны с украинскими, скажем, мультигонщиками. Надеюсь, что мы все-таки попадем на эту трассу и где-нибудь в засаде заснимем группы на прохождение контрольных пунктов, в том числе и по ориентированию, и спецучастки, где спортсмены будут демонстрировать свое мастерство в скалолазании, в спуске, дюльферам, в подъеме по перилам с применением жульмара, с ориентированием в пещерах. Я понимаю, что судьи готовы изошлиться изо всей силы и сделать гонку очень интересной. Будем стараться. Спасибо.